В этом выпуске мы хотели бы рассказать вам о местах обитания динозавров. Но мы, конечно, знаем, что обитали доисторические ящеры по всей Земле. Но мало кто знает, какие виды обитали в конкретных местах, на каких континентах и материках. Возьмем за основу мезозойскую эру и, конечно, два основных периода – Юрский и Меловой. В этих отрезках времени обитало огромное количество динозавров. Но ввиду исключения, также мы будем рассказывать о единичных видах ящеров, которые жили до или после этих времен. Итак, вам, наверное, интересно, кто проживал на территории современной России и близ лежащих регионов. Огромное количество рептилий населяло как самые известные места в России, так и самые отдаленные уголки этой территории. Возьмем современный Татарстан. Около 270 миллионов лет назад здесь было Казанское море, и много останков было найдено на этом месте, что говорит о том, что было много водных доисторических обитателей. Проживали в свои времена известные нам Ихтиозавр и Плезиозавр. В тот же промежуток времени, от 208 до 85 миллионов лет назад, существовал еще один водный хищник – Плиозавр. В отличие от Плезиозавра, который достигал 10 метров, этот был настоящим гигантом, и его размеры были до 17 метров в длину. Из сухопутных ящеров можно отметить основные известные виды динозавров. Это Титанофонеус, весом до 600 килограмм и длиной до 5 метров, а также травоядный Улемазавр, 5 метров в длину и весом до 1 тонны. Илан-Таназух – мелкий, предположительно травоядный ящер, длиной всего 75 сантиметров и весом до 10 килограмм. В Волгоградской области 80-85 миллионов лет назад, когда территория была покрыта водой, жили морские ящеры, такие как Мозозавр, весом до 25 тонн и 17 метров в длину, Эласмозавр, весом 2 тонны и длиной до 13 метров. Кстати, это чудовище питалось в основном головоногими моллюсками. Тринокромерун, весом 2 тонны и 10 метров в длину, в рацион питания которого тоже входили моллюски и рыба. Список сухопутных чудовищ Волгоградской области составляли знакомые нам травоядный анкилозавр, драматозавр, уменьшенная копия тираннозавра, длиной всего 5 метров и весом до 4 тонн. Игадрозавр, любитель растительной пищи. Вес его составлял 7 тонн, длина 10 метров и высота до 5,5 метров. И это только малая часть динозавров, населявшая некоторые регионы современной России, которую мы показали вам. В будущем мы посвятим целый выпуск именно динозаврам, населявшим Россию. А теперь перенесемся в Азию. Примерно около 300 видов азиатских динозавров, жившие за все периоды, известно на сегодняшний день. Самым известным азиатским хищником времени динозавров был торбозавр, соперник своего заокеанского собрата тираннозавра. Он существовал 70 миллионов лет назад на территории современных Монголии и Китая. Стегозавр. Один из тех представителей динозавров, которые жили почти на всех континентах. Жил в позднеюрском периоде, и его вид был достаточно многочисленный на азиатском материке. Его длина составляла 9 метров, высота около 4, а весил он около 2 тонн. В раннем меловом периоде жили такие достаточно известные людям травоядные ящеры – игуанодоны. Длина вместе с хвостом составляла до 12 метров, а вес достигал до 5 тонн. Игуанодон был одним из первых ящеров, которых палеонтологи отнесли к динозаврам. Абелизавр. Еще одна уменьшенная копия тираннозавра. Своё имя, Абелизавр, получил в честь Роберта Абеля, директора Аргентинского музея, который обнаружил первым данное ископаемое. Этот хищник был достаточно распространен по всему миру, в том числе и в Азии. Весом был до 2,5 тонн, а длина его составляла 9 метров. Кампсагнаты – одни из популярных динозавров позднего юрского периода. Этот вид был небольшого роста, длиной до 100 и высотой до 50 сантиметров, весом до 2,5 килограмм. Был быстрым бегуном и, предположительно, был стайным динозавром. Кампсагнаты густо населяли Азию, а также Европу и Северную Америку. Теперь наша цель – Южная Америка. Гиганатозавр. Окаменевшие останки этого монстра были найдены в 1993 году в Патагонии. Он считается одним из крупных хищников, обитавшим 197 миллионов лет назад. Длиной до 13 метров, высотой до 4 метров. До конца этот ящер пока еще не изучен, но будем надеяться, что со временем палеонтологи дадут нам больше информации об этом интересном экземпляре. Тирана Титан. Этот ящер жил 112 миллионов лет назад на территории современной Аргентины. Длиной данный монстр был предположительно 12 метров, высотой 4 метра и весом около 5 тонн. Точные характеристики ящера палеонтологи пока сделать не смогли, так как найденные кости Тирана Титана были найдены не полностью, чтобы восстановить всю картину. А это название ящера говорит само за себя. Аргентинозавр. Гигантский зауропод, обитавший тоже на территории Аргентины. Растительноядный небоскреб весил 70-80 тонн и был длиной около 36 метров. На сегодняшний день аргентинозавр считается самым большим динозавром из найденных палеонтологами. Теперь Северная Америка. Наш старый знакомый Тираннозавр. О нем говорить без надобности. Любителям динозавров уже достаточно известны его характеристики и образ жизни. Анкилозавр. Тоже достаточно известный травоядный ящер. Его масса составляла 6 тонн и длина была около 7 метров. Обитал он на территории Северной Америки и Канады. Диплодок. Гигантский травоядный ящер. Весом был 21 тонну и в длину достигал 30 метров. Обитал в юрском периоде. Длинная шея и хвост поражали своей масштабностью. Известный музей динозавров имени Корнеги может с гордостью считать диплодока, как первого динозавра, которого увидели миллионы людей. Паразавра лов. Обитал 76 миллионов лет назад на территории США и Канады. Был растительноядным ящером. Весил, как легковой автомобиль. 2,5 тонны и был длиной около 7 метров. Обитали они стаями, которыми руководил вожак, координировавший их действия. Целофис. Двуногий мелкий хищник, а также падальщик. Подбирал еду после пиршества более крупных хищников или находил умерших, а также питался рыбой, мелкими членистоногими и даже средними рептилиями. Весил он 25 килограмм и был ростом около 3 метров. Теперь перенесемся в Европу. Мегалозавр. Относительно небольшой хищник, по сравнению с гигантами, которых мы вам перечисляли, был весом 700 килограмм и длиной 7 метров, хотя имя его значит, как огромный ящер. Он мог ходить как на двух, так и на четырех ногах. Проживал около 160 миллионов лет назад. Брахиозавр. Травоядный гигант, который бродил по земле 154 миллиона лет назад по территории Европы, США и Африки. Типичный представитель из отряда Зауропод достигал длины 21 метра, высоты 18 метров и весил целых 58 тонн. Является одним из знаковых ящеров и узнаваемых фильмах и новостях палеонтологии. Пирораптор. Обитал в Западной Европе в меловом периоде, около 70 миллионов лет назад, длиной до полутора метров и весом до 15 килограмм. Компенсировал свой не очень огромный рост быстротой движений при охоте на мелких животных и постоянным чувством голода. Вуиврия. Травоядный ящер позднеюрского периода. Малоизученный экземпляр. Но в книгах его часто описывали, как динозавр до париса. Обитал на территории современной Франции. Вес его составлял 15 тонн, а длина до 15 метров. Пеликанимим. Интересный вид, имя которого обозначает похожий на пеликана. Пеликанус пеликан и мимус имитатор. Рацион питания этого существа был очень разнообразен. От охоты на мелких грызунов до самой обычной падали. Длина его составляла 2,5 метра, а вес колебался до 30 килограмм. Местом обитания была Испания. В этом выпуске мы вам рассказали, какие динозавры жили на трех континентах нашей планеты. Конечно, мы упомянули лишь мизерное количество древних рептилий и лишь поверхностные места их обитания. В следующем выпуске мы расскажем еще про три континента на Земле и поведаем вам, какие динозавры на них обитали. Пишите свои мнения в комментариях, обязательно подписывайтесь на наш канал и, конечно, не забудьте нажимать на колокол, тем самым подтверждая, что вам этот выпуск понравился и вы хотите продолжения новых и интересных видео на канале Реальное Нереальное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова